МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температура воздуха ночью минус 2, минус 7 градусов, днем от 0 до плюс 5. В горах ночью 10-15 мороза, днем 0, минус 5. На дорогах местами гололедится. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 7 градусов, днем плюс 3, плюс 5. Ночью и утром на дорогах гололедится. Известный фотограф Ренат Урусов стал победителем очередного конкурса. На этот раз он выиграл всероссийский конкурс «Кавказ-Дог». И причем сразу в двух номинациях. О представленных работах, о самом любимом уголке в Карачаево-Черкесии и о будущей фотошколе в эти минуты в нашей студии талантливый художник ответит моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Ренат. И благодарю тебя за то, что ты приехал сегодня к нам в гости. И, конечно, я сразу хочу тебя поздравить с очередной победой. В этот раз ты стал победителем фотоконкурса «Кавказ-Дог», всероссийского фотоконкурса. И причем сразу в двух номинациях. Хотелось бы узнать, в каких номинациях и что это за конкурс был. Какие работы ты представил. Доброе утро, Белла. Спасибо огромное, что пригласили. Доброе утро, друзья. Да, в этом году по воле Всевышнего тоже повезло сразу в двух номинациях выиграть в конкурсе. Эти работы были связаны... Одна работа называлась «Будущее Кавказа». Там я отправлял фотографию маленькой девочки на сцену. И вторая работа называлась «Дыхание истории». Там я сфотографировал бабушку в ауле Учкулан у нас в Карачаево-Черкесии. Вот как раз эти работы по итогу были отобраны. За что я благодарен, конечно же, судейской коллегии. Да, у тебя много побед в этом году. И, знаешь, вот я наблюдаю за тобой в социальных сетях, вообще вот за твоим творчеством. Наверное, нет уголка Карачаева-Черкесии, где бы ты не побывал. Особенно Дамбай, Тиберда, твоя родина. У тебя есть самый любимый уголок в нашей республике? Да, на самом деле есть. Я сам родом с Тиберды, как вы знаете. И, конечно же, мои родные края, они ближе к сердцу. Это и Тиберда, и Дамбай, и Джомагат, и Азгек. То есть вот эти ущелья, они очень близки мне. Я люблю бывать там. Но наша республика богата действительно очень большим количеством красивых мест. И каждый раз, куда бы я ни отправился, я открываю что-то новое для себя. Каждый раз? Каждый раз. В общем, можно не повторяться, да? Можно не повторяться, даже не покидая родных стен. Каждый раз что-то новое. Я слышала, что в Карачаево-Черкесии, не может быть, чтобы ты об этом не знал, будет открываться фотошкола. Я думаю, что, может быть, ты даже один из организаторов. Расскажи, пожалуйста, об этом. На самом деле, тоже по воле Всевышнего мы защитили проект. Он будет проходить на базе Карачаево-Черкесского государственного университета. Проект был защитен в городе Татарстан, в городе Республики Татарстан, в городе Казань. И руководитель проекта будет Навруз Кабушев. И я буду как один из преподавателей, где буду говорить и преподавать об основах фотографии. Ну, пока о сроках говорить рано, но планируется. Да, даст Бог, в 2021 году этот проект будет осуществлять. Желаю огромной удачи, поздравляю с победой и спасибо, что был гостем программы. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы черкесской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Торгово-рыночный комплекс «Европейский» открывается. Новый, комфортный, с широким ассортиментом и специальными ценами. Хутор Хорошевский, улица Шоссейная, 25. Город покупок «Европейский». Всё лучшее в порядке вещей. Изготавливаем ворота, навесы, перила, металлические и кованые двери. Выезд, замер и установка бесплатная. Телефон 8-928-787-03-81. Инстаграм «Ворота», нижнее подчеркивание «Умар». В меховом магазине фабрики «Аделина» – «Чёрная пятница». Все цены пополам. Только с 21 по 29 ноября. Пятигорск. Широкое 117. Лови. 91,2. Наша волна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова